История концлагеря Азаричи началась 10 марта 1944. По приказам трех генералов вермахта его создали в Калинковичском районе. Точнее, это был целый комплекс. Один находился в местечке Дерть, другой у деревни Подосинник, третий непосредственно у Азаричи. Всего за короткое время здесь оказалось до 50 тысяч советских граждан. Азаричский лагерь смерти был освобожден 19 марта 1944 года 65-й армии генерала Батова. На волю из болотистой местности, огороженной проволокой и сильно заминированной солдатами Красной Армии было выведено более 33 тысяч мирных жителей, 16 тысяч из которых это дети до 13 лет. Говорят, что у войны не женское лицо, но в истории Великой Отечественной она навсегда вписана как Вера Курьян. Позже по мужу Солонович, шестилетняя пленница гитлеровских изуверов. Не дай Бог, ни детям, ни правнукам, даже и врагом не желаю. Не желаю ничего. Сколько мы отстрадали. Это не в сказке сказать, не первым написать. Сколько отстрадали. И ни мы, ни я, ни наша семья, а все. Все, все, все. До сих пор сердце женщины сжимается от боли и ужаса, когда в памяти всплывают картины страха смерти и боли. Друг другу несли. Ты сегодня что-нибудь урод ложила? Там уже показывают. Не, она не. Особенно мама лежала совсем. Я не знаю, как она вышла. Как вышло это? Просто благодаря таким людям. Люди. Люди спасали друг друга. Как могли, как могли. Страшное дело. В этом концлагере фашисты впервые в мире применили бактериологическое оружие. Людей заражали сыпным тифом. По словам бывшей узницы, выжить удалось лишь тем, кто был здоровьем крепче. Прилетел самолет, говорит, и посыпал по людям по этой площади, по болоту. И после этого очень много людей умерло. И мама тогда потеряла все сознание. Ноги отморожены. Ну, где я ползала по ей, тут сохранилось еще. А так, пальчики были отморожены на ногах, на руках. На очень долго болело. Никакая не была. Об этом нельзя забывать. Узников лагерей смерти чтят у мемориального комплекса в Азаричах о живущем дарят цветы. Неожиданным, но очень приятным для Веры Сергеевны стал визит заместителя председателя Бобруйского горисполкома Ольги Жук. Мы как знали, что вы будете в красной кофточке. Поэтому оставались красные цветы. Глубокие шрамы оставили Азаричи в сердце Веры Солонович. Ей было шесть, когда она попала в лагерь смерти. Пронзительный взгляд ребенка, закутанного в ветошь, открытый и вместе с тем наполненный болью. Фото, сделанное 19 марта 44-го в концлагере, облетело полмира. А изображенная на них Вера стала символом страданий всех детей войны. Уцелевшая в том аду, она благодарит судьбу за каждый новый день, потому что с малых лет осознала главная ценность – сама жизнь. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360.